Если вы смотрите это видео, значит бронхиальная астма либо у вас, либо у кого-то из ваших близких. Бронхиальная астма это заболевание, которое самым прямым образом коснулось моей семьи. То есть это диагноз, который был поставлен моему мужу в 2000 году. И больше 20 лет он страдал от этого заболевания. И я рассказала о том, как это было в своих предыдущих видео. Их было несколько, их можно посмотреть по ссылочкам вверху экрана. Но дело в том, что на сегодняшний день я могу смело заявить, что бронхиальная астма больше не является диагнозом моего супруга. Я знаю, что многие могут со мной поспорить и возражать, и сказать, что бронхиальная астма не лечится, что у вас просто временная ремиссия, и что вы добились ее какими-то там путями, но пройдет какое-то время, и все вернется просто потому, что бронхиальная астма не лечится. Вы знаете, я тоже раньше так думала, когда еще глубоко не вникала в природу происхождения бронхиальной астмы, и считала, что это действительно какая-то карма, которая дается тебе свыше, и это что-то, то, что ты не можешь преодолеть, потому что приступы удушья приходят непонятно вообще по какой причине. И максимум, что ты можешь сделать для себя, это просто бороться с приступами удушья. Но когда я стала изучать натуропатию, и в частности прочитала книгу Марвы Аганян «Экологическая медицина», и пошла дальше, и стала учиться дальше натуропатии, закончила институт натуропатии, и получила статус доктора натуропатии, и прочитала много книг, и продолжаю сейчас свое самообучение, самообразование, и консультирую других людей с разными заболеваниями, я стала очень хорошо понимать и разбираться в этом вопросе, откуда что берется. И однажды я подумала, почему я помогаю другим людям, но никак не могу заняться помощью своему близкому человеку, своему супругу. И мы решили, что те меры, которые мы приняли в 2016 году по очищению организма с помощью методики Аганян, их было явно недостаточно, хотя они, конечно, принесли нам довольно хороший результат. То есть, если сравнить состояние моего супруга до 2016 года, то это были и гормональные препараты, и очень частые приступы, плохое самочувствие. Но с 2016 года, с того момента, как мы научились питаться по законам природы, как мы научились очищать свой организм, его состояние стало более стабильным, приступов стало намного меньше, от гормональных мы ушли, и обо всем этом я рассказывала вот в этих видео, которые можно посмотреть по ссылкам вверху экрана. Но когда мы достигли определенной, будем называть, такой спокойной стадии, когда приступов не стало много, и они перестали быть тяжелыми, мы поняли, что мы застопорились, что мы встали на так называемом плато, с которого мы дальше не понимаем, как сдвинуться. То есть, вроде бы мы делаем все правильно, мы продолжаем жить в системе, мы используем практику очищения, мы не нарушаем наших законов питания, но, тем не менее, у нас нет прогресса. И вот тогда пришли в мою жизнь эфирные масла, и пришла идея использовать эфирные масла вместо лекарств. И об этом я тоже рассказывала в своих более ранних видео. Но в сегодняшнем видео я хочу поделиться своим огромным счастьем, нашей семейной радостью, просто огромной семейной радостью в том плане, что мы, наконец-таки, сдвинулись с нашего плато, мы нашли подход к кардинальному изменению самочувствия и вообще к ликвидации причин заболеваний именно используя эфирные масла. Надо быть честными и сказать, что это не только эфирные масла, это и питание, это и очищение организма, это и дыхательные практики, это и массажи, и фитотерапия, и специальные физические упражнения, и, конечно же, эфирные масла. И все это в комплексе, все это в системе, которую нужно просто взять, принять в свою жизнь и жить в этой системе, практиковать. И вот благодаря тому, что мы приняли эту систему, мы дали себе такой труд. Это труд, потому что, когда ты внедряешь что-то новое в свою жизнь, нужно потрудиться, чтобы это новое стало твоим образом жизни, твоей рутиной, твоей ежедневной обязанностью. Вот тогда ты начинаешь получать замечательные результаты, и первое время ты даже думаешь, что этого не может быть. Это нереально. Как это так, прожить один день без приступов? Как это так, прожить второй день без приступов? Как это, прожить месяц без приступов? Два месяца, три месяца, четыре месяца, полгода? И это уже не сказки. Это уже абсолютная реальность, в которой мы сейчас живем. Мой муж живет без приступов, без лекарств, на гораздо более хорошем самочувствии, чем это было раньше. И это при том, что ему уже 64, и тем не менее, излечение стало возможным. Для того, чтобы понимать, что это не сказки, и что это абсолютно реально работающие вещи, нужно просто понимать природу этого заболевания. И об этом очень хорошо пишет Марва Ганен в своей книге «Экологическая медицина». Если коротко, то причиной бронхиальной астмы является скопление гноя в бронхах, в легких. И именно это токсичное содержимое при попытке выйти из организма, то есть покинуть бихательные пути, приводит мышцы бронхов в такое судорожное состояние спазма, которое и называется удушьем. Так вот, суть лечения бронхиальной астмы заключается не в том, чтобы гасить эти приступы и не давать своему организму вывести токсины изнутри наружу, а в том, чтобы попытаться извлечь это гнойное содержимое из своих дыхательных путей наружу. И мы это сделали. И мы это сделали именно с помощью нашей системы. И главным катализатором, ускорителем этого процесса, выхода гноя наружу, стали именно эфирные масла. Каждое утро мой муж идет в ванную комнату и, простите, отхаркивает приличное количество гнойного содержимого из своих бронхов. И мы понимаем, что мы по-прежнему в процессе оздоровления, мы по-прежнему в процессе ликвидации причины этого заболевания. Но мы уже так сильно продвинулись вперед, используя наши методы и нашу систему, что на сегодняшний день мы можем сказать, что астмы больше нет. Астмы нет. То есть нет приступов и нет необходимости быть все время с астмопентом, с лекарствами. Мой муж чувствует себя сейчас совершенно другим человеком, здоровым. И это, конечно, очень большая разница по сравнению с тем, что было 20 предшествующих лет. Вот все то, что мы с ним прошли, все наши наработки, начиная с 2016 года, а это уже 7 лет получается, все наши наработки, весь наш опыт, всю теорию и всю практику я собрала в систему. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что я могу и другим людям объяснить, как им вылечить это заболевание. Я не боюсь этих громких слов. Я действительно знаю, как вылечить бронхиальную астму без лекарств, используя только методы натуропатии. То, о чем я сказала вам выше в этом видео. И я набираю сейчас группу людей с бронхиальной астмой, которые готовы потрудиться и готовы изучить эту систему и принять ее, и практиковать ее под моим руководством в течение целого месяца. Я набираю людей на курс, который называется «Астмы нет». Мне не нужна большая группа людей, потому что чем меньше людей в группе, тем больше охват каждого индивидуально, тем больше пристального внимания я могу уделить каждому человеку, и тем ярче и виднее будут результаты людей. Поэтому набор буду вести только до конца февраля, и 1 марта курс запускается в работу. Если у вас или у ваших близких бронхиальная астма, и если вас уже это достало, и если вы больше не можете и не хотите принимать лекарства, а хотите работать на уровне причины с этим заболеванием, добро пожаловать на мой курс. Успейте на него записаться по ссылочке внизу под этим видео. Мой курс «Астмы нет». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok